Демография, здравоохранение, образование, жилье и другие национальные проекты – это комплекс мероприятий по развитию страны и региона по ключевым направлениям. Средства для их реализации выделяются из федерального бюджета, а изменения должны происходить непосредственно на местах. Только по линиям и эконом-развития необходимо исполнить 13 проекта. Так, в рамках проекта «Производительность труда и поддержка занятости» планируется создать системные меры по повышению производительности труда. По условиям отбора субъектов в соответствии с методическими рекомендациями для участия в нашем проекте необходимо наличие не менее 10 средних или крупных предприятий, не сольевой отрасли экономики. Выличка предприятия должна составлять от 400 миллионов рублей до 30 миллиардов рублей в год. И наличие потенциала повышения производительности труда на предприятии не менее 10%. Создание условий для улучшения ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства, создание системы поддержки фермеров, развитие сельской корпорации и популяризации предпринимательства – все это часть второго и третьего нацпроектов по линиям Минэкономразвития сроком до 2024 года. Их исполнение требует правильно составленного паспорта проекта, на чем и акцентировал свое внимание председатель правительства Делимхан Невлоев. У вас должен быть на столе паспорт, когда докладывать, я вот в следующее заседание, поднимайте паспорт проекта, что нами делается, план идет, молодцы, есть, дальше, системные меры развития международных объектов. Вы назовите проект, какие сегодня проблемы, коротко, в этом году должно быть профессионально столько-то, на сегодняшний день ноль, да, исполнения. Делимхан Славович, именно вот эти паспорта, они планируются начать, их реализация планируется в 2021 году, с 2021 по 2024 год. Сейчас только мы можем говорить о какой-то подготовительной работе, которая в 2019 году проводится. Именно то, что касается национального проекта международной кооперации «Экспорт». Если мы думаем о предыдущих проектах, всю бумажную работу по созданию центра, все, что необходимо было сделать, сделали сегодня только вопрос ДИК. Для реализации нацпроекта здравоохранения разработаны шесть региональных проектов. В рамках их исполнения планируется строительство двух ФАПов и врачебных амбулаторий в населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 2000 человек. Для этого уже выделен межбюджетный трансфер. Кроме того, в 2019 году выделены средства для дляоснащения оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. Работные паспорта региональных проектов согласованы с Министерством здравоохранения Российской Федерации. По пяти из них заключены финансовые соглашения о предоставлении субсидий с федерального бюджета. Утверждены паспорта региональных проектов в системе электронный бюджет. Финансовое обеспечение мероприятия планируется в четвертом квартале 2019 года. Значит, шесть у нас получается проектов региональных. Один из них – региональный проект создания единого сосудистого контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы здравоохранения ЕГИС. Реализация программ «Старшее поколение. Укрепление общественного здоровья» – это также приоритетные задачи, поставленные перед Министерством, но уже по линии нас проекта «Демография», исполнение которого, кроме качественного медицинского обслуживания, включены следующие федеральные проекты. Это и создание ясли, содействие занятости женщин, новая физическая культура населения и финансовая поддержка семье при рождении детей. Шаги к исполнению намеченных целей делает и Министерство образования Республики. В рамках НАСПроекта образования в регионе планируется начать строительство четырех школ по 720 мест на Зране, Корабулаке и сельских поселениях Плиева и Средние Очулуки и одно образовательное учреждение на 250 мест в Яндре с вводом эксплуатацию до конца 2020 года. Сейчас на исполнении свои три главные задачи. Это создание спортивных площадок, спортивных клубов и ремонт семи спортзалов. А вот что касается спортзалов 23-го, контракт будет. У нас контракт уже был заключен, просто фаски там нашли, ашли, и эту закупку они снесли. Денежные средства в облазках площадка, там уже не у нас проблема, там недовольный подрядчик с фасом сутся, поэтому до конца сентября отложено это мероприятие. Новые объекты в этом году появятся и по линии Минкультуры. Как сообщил Микаил Базоркин, мероприятия в части строительства шести учреждений культурно-досугового типа уже запланированы. Сводом их в эксплуатацию показатель обеспеченности домами культуры в регионе увеличится на 8,7%. Такими же высокими обещают быть показатели исполнения нас проекта «Экология». В регионе уже реализуются мероприятия по ликвидации свалок в Нестеровском и Назрани. «Экология начата 24 мая. На сегодняшний день вывезена более 20% свалочного грунта. Оба проекта, оба объекта, накопленного в бредах, правящие следы, будут ликвидированы на земельный участок и будет верна в текущем году». Также в текущем году планируется создание одного мусороперерабатывающего комплекса в Малгабеке и двух комплексов переработки бутылок и твердого пластика. Отметим, что Ингушетия – единственная среди регионов, СКФО проводит в 2019 году мероприятие по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов. Пример, заслушав доклад, акцентировал внимание на проблемных моментах, которые будут препятствовать реализации нацпроектов. Зелимхан Невлоев подчеркнул, что поставленные президентом России задачи по улучшению уже в этом году качества жизни людей должны быть выполнены в полном объеме.